Теперь еще один момент. Неприятный для хейтеров, нормальный для нас. Закончились проверки со стороны налоговых органов. Нам утвердили возмещение НДС. Поэтому, благодаря профессиональной работе команды, мы вернем энное количество миллионов рублей в проект. Это радует. Во всяком случае, на всех радует. А второе, последствия этой проверки, завершившейся окончательно, значит, выражаясь терминами налоговых органов, наш проект, наша компания ООО «Солмаш» размещена в зеленой зоне. Не в зеленой, не в черной, не в красной. А именно в зеленой зоне. Это значит, что мы прошли все проверки. Замечаний к нам нет, претензий нет, недочетов нет, сомнений нет, незаконной деятельности нет, сомнительной деятельности не ведем. Поэтому дальнейшая работа будет идти уже исходя из этих позиций. Я думаю, что мы и дальше, невзирая на то, что в дальнейшей работе все более сложнее становится, но тем не менее мы и дальше будем вести и учет, и бизнес четко, педантично, взвешенно и без проколов и ошибок. И будем добросовестными налогоплательщиками. Значит, следующий момент, который у нас сейчас надо было бы отметить, это то, что я на прошлом вебинаре говорил, что мы сейчас оборудовали, делали ремонт на участке обмоточном. Значит, я могу сказать, что ремонтные работы завершены. Мы сейчас приступили к монтажу оборудования и к его подключению. Надеюсь, что на следующей неделе на участке начнутся первые работы. Вот, и сейчас для этого уже есть все припосылки. Эта работа идет в планном порядке и зависит только от нас. Поэтому тут задержек никаких нет. Это позволит также разгрузить участок лазерной резкой обработки металлов, потому что сейчас там сильно захламили этот участок. Там оборудование сложено, потому что оно полускладским стало. Потому что, ну, мы испытываем достаточно большой дефицит по площадям, а это сдерживает и наши возможности по формированию команды, по ее расширению. Потому что нельзя принять человека просто так, ему надо обеспечить рабочее место, стол, стол, компьютер, чтобы он мог нормально работать. А сейчас уже испытывается очень большой дефицит по площадям. И в то же время испытывается дефицит в отдельных профессиях. Значит, спрашиваю насчет Арестова. Уважаемые коллеги, Арестов сейчас находится в Бангкоке с деловой поездкой по возвращению. С ним работы, он будет выйдет на связь, работы будут продолжены. Дело в том, что мы в последнее время закончили отладку аппарата Эйпштейна, с помощью которого можно определять свойства и качества электротехнической стали. И с удовлетворением отмечаю, что сталь российского производства электротехнического полностью соответствует заявляемым характеристикам, указанным в моем сертификате, указанным в барачниках стали. Теперь мы постараемся приобрести образцы электротехнической стали китайского производства, для того, чтобы выбрать ближайший аналог стали российской, которую мы применяем в своих двигателе, для того, чтобы мы дальше могли заняться вопросами запуска первой партии двигателей нашей разработки. Потому что без этого никак наобувь делать мы этого не станем, потому что вот это ненужные риски. Этим мы заниматься не будем. Да, и теперь смотрите, еще какой вопрос, в принципе, у нас возникает. Значит, для того, чтобы мы могли заниматься продажей электрических машин, изготовленных по операции с Китаем, либо с российскими предприятиями, нам нужно пройти сертификацию этих двигателей. Для сертификации, для того, чтобы ее пройти, нам нужно изготовить образцы, нам нужно эксплуатационную документацию сделать и прочие сопроводительные документы, не считая технической, густую и все прочее. Но вопрос в чем, что руководство по эксплуатации двигателя – это достаточно серьезный документ. Это не то, что мы, допустим, покупаем двигатель, у меня на шильдике кусочек, листочек вложенный в клеммную коробку. Это серьезный документ на 60-70 листов формата А4 с глубокой проработкой. Это достаточно серьезная работа. Эта работа ведется, подготовка. В то же время, для того, чтобы мы могли сертифицировать, мы должны, естественно, завершить работу по аттестации, внешней аттестации в лаборатории. Для этого сделано все. Даже были выполнены и проверка сопротивления изоляции, сопротивление заземления, были подтверждены качества питающей сети, глубокий увод и так далее, и так далее. Все требования выполнены, все документы отправлены. И, как я говорил на прошлом вебинаре, мы сейчас ждем разрешения этого вопроса. Неделя прошла, у нас еще неделя осталась. Еще одно нам надо сделать, такой серьезнейший шаг для того, чтобы документально оформить производство партии. Нам нужно сделать управление качеством. Это действие, так сказать, или, как называют, менеджмент качества на импортный манер, прописано ГОСТами, везде указано, что для этого нужно и так далее. Это на всех этапах, начиная от разработки, заканчивая передачей товара потребителю, его сопровождение и так далее. На всех этапах контролировать надо. И прописать, что, как и какие мероприятия для этого выполняются. Эти этапы мы должны организовать и выполнять. И вот лаборатория, в которой тестируется двигатель, качественная лаборатория, оснащенная оборудованием, прошедшая поверхность оборудования, получившая аттестацию внешнюю, которая имеет квалифицированных сотрудников, соответствующих и так далее. Это один из элементов управления качеством. Другим элементом является выполнение требований существующих ГОСТов, как российских, так и международных требований и так далее. Вот вся эта работа, она ведется параллельно с техническими вопросами, организационными и финансовыми. Поэтому я надеюсь, что мы с этой работой успешно справимся. Во всяком случае, со всеми другими задачами мы справлялись успешно. И не за горами будет первая отгрузка нашей продукции потребителям.